Всем здорова, а также привет! Сегодня у меня должен был выходить видео контент на тему фарма 50 экзов в день в скобочках в наносекунду, как я это обычно раньше делал. Я разобрал там все способы фарма и так далее и тому подобное, рассказал как я нафармил валюту, но видео немножко задержалось, потому что сначала я проспал, потом некоторые непредвиденные обстоятельства, поэтому оно выйдет чуть-чуть позже запланировано, а пока поговорим про крафт, что тоже можно считать фармом, потому что на крафте можно зарабатывать очень большое количество валюты. Держу в курсе. Еще иронично то, что в том видео я рассказывал, как я нафармил где-то, там я не помню, у меня было в сундуке на тот момент экзов 70, сейчас у меня, блин, полтора мирора уже, и иронично то, что то выйдет позже, но можете учитывать сразу, что теми способами можно нафармить и чуть-чуть побольше. Собственно, в этом видео я хотел бы рассказать про весь рарный шмот на двух самых метовых билдах, это именно траппер мой, на котором я стартовал, и второй билд, на котором тоже я советовал стартовать вам, это Toxic Rain, собственно там как минимум луки есть и так далее и тому подобное, кластеры тоже про все расскажу. Надеюсь, уложусь быстро, потому что большинство гира крафтится очень просто банально спамом фосселей, но есть некоторые интересные моменты. Также в этом видео я расскажу, как скрафтить вот такой вот лук, вот такой лук, 100%, без каких-то особых элементов рандома и так далее. То есть при определенном вложении валюты и наличии крафтов, вы скрафте его 100%, не испытывая проблем с рандомом. Итак, начнем с того, что я сам собрал, это траппер. В траппере есть несколько основных рарных шмоток, это разумеется клостер джевел, кластер, это разумеется перчатки, пояс, кольца у меня дефолтные на хп резист, тут говорить не о чем, амулет и шапка. Про палки я уже говорил, а включать дендемот я не буду, потому что я очень хочу продать глаз. И даже если мне напишут во время видео, я предпочту получить 20 экзов, чем ставить дендемот, держу в курсе. Так вот, начнем, собственно, снизу вверх. Первое, что крафтится, это пояс. Он крафтится, сразу, наверное, расскажу и на Toxic Rain, и на этот замечательный билд с минами, точнее с ловушками, ловушки. Вот, он крафтится примерно одинаково. Можно взять для начала, не обязательно стидженвайс, если у вас небольшой бюджет, можно взять просто хантеровский leather belt, который даст вам очень много лайфа, что тоже, в принципе, неплохо, но стиджен, естественно, лучше, потому что, вот, допустим, какую балэмбулу можно сюда засунуть. И хп, и крит мульти, и флотовая физа. На Toxic Rain, я думаю, там будет какой-то, возможно, атак спид, флотовый хаос с хп, или еще что-нибудь подобное. И хаос дэмбэдж, прочая жижа. Вот, держу в курсе. Как он крафтится? Очень просто, очень просто. Если вы берете хантеровский пояс, вы просто кидаете в данный пояс два фоссиля. Два фоссиля, какие-то будут фоссили. Сейчас я создам новое, тут у меня крафт лука уже заготовлены. Мы берем ювелирка. Ювелирка. Белт. Два знавших замечательных фоссила. Если вы играете на моем билде, то вам нужен с влиянием элдора. И это у нас будет... Где оно? Престин фоссил на хп. И, разумеется... Где этот? Жакт фоссил на физу. Потому что на элдормоде у нас есть, как говорится, процентное хп. Флотовое хп. Это то, что мы больше всего хотим рульнуть. И... Increase Global Feast Damage. Что также будет распространяться, собственно, на наши трапы. Что тоже приятно. У меня без Global Feast Damage. У меня, как мод физы, к несчастью, прокнуло здесь рефлект. Но если бы тут был еще Increase Feast Damage, это был бы пояс... Но... Он крафтится на элдоре. С таким же успехом на хантере вы просто меняете Джакт фоссил. Джакт фоссил. На Аберрант фоссил. И крафтите абсолютно то же самое, но на хантере. Если вы не очень хотите ралять Global Feast Damage, потому что там все равно это очень сложно поймать. Так как вам нужны два префикса. Это процентный лайф и лайф. Без этого вам пояс нахуй не нужен. Поэтому ральнуть еще третий, чтобы все были идеальные, очень сложно. И то есть, если вы не хотите делать такой XXX, советую делать на хантере, потому что у него больше вес процентного хп. То есть, тут 1000 из 3000, а на элдоре у нас идет 800 из 6000. То есть, на элдоре гораздо сложнее ральнуть процентный лайф. Я пытался сделать пояс XXX, поэтому так. Если вы хотите просто на процентный лайф, всегда вы лучше брать хантера, потому что на нем процентный лайф раляется гораздо проще. Ну и, наверное, более метавый с хаос дамеджем он будет. Держу вас в курсе событий. На элдоре очень много всякого мусора вообще нафиг ненужного. Вот. Как сделать стидженвайс с влиянием, сэкономив кучу валюты? Я делал так же на стриме. То есть, если мы посмотрим, что хантеровский, что элдорский стидженвайс будет стоить больше 2 экзов база. Ну, тут чуть-чуть меньше. Хантеровский там почти 2 экза. Для этого у нас есть вот такие вот замечательные экзалтоторбы. Но проблема в том, что хантер экзалтоторб, он стоит почти 2 экза. Дешевле, но все же. Вы, кстати, как способ фарма, можете просто их слэмать экзами и продавать. Они будут дороже. То есть, стидженвайс стоит 9 хаосов. Допустим, экзалтоторб там стоит 50 хаосов. А пояс будет стоить 80 хаосов. Как я это увидел, но я этими извращениями решил не заниматься. Вот. И, собственно, есть такая замечательная жижа на ТФТ. Где это у нас? The Forbidden Troll. Сейчас, секунду. Вот. The Forbidden Troll Discord. Вы можете пойти в Harvest VTS и найти просто инфлюенс на джеволе. Инфлюенс. Блядь. Я не умею писать, извините. Вот. Инфлюенс. Рандомайз вот. Инфлюенс на ювелирке. Вот. Видите? На арморе 10. На ювелирке можете найти. Можете найти на ювелирке. И посвапать. Посвапать этот инфлюенс. И, допустим, кинуть какой-нибудь useless exalted orb redeemer. Или я кидал кроссейдера, который стоит буквально 39 хаосов. И очень большой шанс, что вы получите один или второе влияние. Потому что у вас всего 5 вариантов влияния, на которые вы можете свапнуть. Потому что у вас всего их 6. И один у вас уже есть на поясе. Вы не можете свапнуть тоже. Соответственно, у вас 5. И два влияния, которые нужны. То есть, либо элдер, либо антер. Соответственно, это будет 1 к 2. И разница там буквально сколько? 40 и 120. То есть, 80 хаосов за в среднем 2 попытки где-то. Ну, она в целом окупается. Если вы будете там по 15 хаосов покупать свап ювелирки, почему нет? Вот. Я так и делал, только я покупал лучата. То же самое. По такому же принципу будет крафтиться лук, но об этом немножко позже. Идем дальше. Как крафтятся перчатки? Тут все гораздо проще. Тут все гораздо проще. Если вы никуда не спешите, вы просто берете влияние с шейпером. Я брал 84-й, потому что я хочу ролять резисты Т1. Т1 резисты с 84-го. Поиск я, кстати, брал 86-го, просто потому что с влиянием нет смысла делать меньше. После этого либо вы несете в харвест и вообще чем угодно рефоржите в приоритете крит, либо делаете фосселями. Тут я использую в основном новые фоссили, Deft Fossil. Вот эти вот, которые раньше были Enchanted. Где они? Вот. Deft Fossil. Больше крита, нет атрибутов. Это очень помогает, потому что саппорт гемы у нас это суффикс, а в суффиксе самый, наверное, большой вес имеет атрибуты. Их они убирают, а криты дают нам крит к сокетам. Если это прокнет с каким-то хорошим саппорт гем, будут очень хорошие XXX перчи. Держу вас в курсе событий. Идем дальше. Хотя ладно, я сразу скажу про перчи на Toxic Rainer. На Toxic Rainer еще проще. Вы просто берете перчатки, вам нужен там House Damage Overtime Multiplyer. Вы просто берете перчатки и кидаете в них Престин, Престин, плюс Аберрант. То есть на Хаос и на Лайф. Убирается Дефенс, убирается, добавляется, собственно, Хаос. И в итоге вам нужны просто перчи ХП и Damage Overtime Multiplyer. То же самое. База там идет, по-моему, Хантера. Сейчас я чекну, на всякий случай. Чтобы никого не наебывать глав, споку и какая база. Да, вот. Хаос Damage Overtime Multiplyer это Хантер. То есть все, что вам нужно в основном это, опять же, Хаос Damage, там какой-то Лайф, Резисты. Особо тут ничего не ральнешь больше. Идем дальше. Кольца я пропускаю. Кольца я пропускаю. На Toxic Rainer там, по-моему, можно наролить кольца с Маркой. Ой, с Маркой. С Дисплеером. Если вы прям хотите такие ролять, это у нас будет Rings. Блядь, где Rings? А, это Ювелирка. Ювелирка Rings. Вот. Дисплеер. Вот. Опять же, берете с Хантером и кидаете либо Айдерик Фоссили. Где они у меня есть? Вот, Айдерик Фоссили на Моркастер, потому что курсы это кастер мод. И либо несете, опять же, в Харвест и кидаете там кастер. И пытаетесь поймать какой-то там Лайф плюс, собственно, курсу Презисты и так далее. Самая дефолтная и стандартная. Еще можно вон, Live Gain for each and a Mechid by your attacks, но на ваше усмотрение. Идем к более интересному. Амулет. С амулетом немножко сложнее. Дефолтный амулет я сейчас расскажу про более бюджетную версию, более дорогую версию и гучи версию, так сказать. А бюджетная версия, как по мне, проще всего вы берете обычный амулет с влиянием варлорда. Амулет с влиянием варлорда. Это у нас черт, где птичка нарисована. Птичка. Вот. И если вы крафтите на менюра, то вы просто кидаете я вот как конченный спамил джакт фосселями, спамил джакт фосселями и пытаемся поймать левел физспалл скиллов. Ральнули еще сверху хп или еще что-то замечательно. Физспалл скиллов очень легко будет ральнуть. Смотрим ювелирка, амулет, накидываем влияние варлорда, накидываем влияние варлорда и где у нас левел физспалл скиллов. Смотрим сколько нам нужно будет вкинуть джаггетов. Достаточно немного, насколько я помню. Джакт фоссел, вот он. 32. Ну то есть это достаточно немного. И в итоге если у вас там ральнусь хп резиста, неплохо. У меня ральнулось полное говно, поэтому я решил сразу сделать крафт с векинер арбом. Это собственно чуть-чуть дороже. Если прошлый вам обойдется где-то в хаосов 70-50, то этот уже минимум в 3 экзо-4, потому что базы достаточно дорогие, хантеровская амулет стоит дорого, варлордовский амулет стоит дорого, поэтому мы переходим ко второму варианту. Вам нужно будет наролить опять же на одном амулете левел физикал спал скиллов через жакт фосили. На втором амулете левел всех декстерити спал скиллов. Это у нас будет хантеровский амулет. Это у нас будет хантеровский амулет декстерити. Добавить инфлюенс, удалить нахер инфлюенс варлорда отсюда. И ролить мы это будем естественно альтами. Тут не пугайтесь, немножко страшное число, страшное, 470 альтов. Это опять же еще придает цену этому амулету. Держу вас в курсе. Собственно в итоге вы на одном амулете роляете один мод влияния в виде физикал спал скиллов. Два мода влияния могут вам заруинить. Столько один. И на втором амулете альтами роляете декстерити. Соединяете их просто эвакенер орбом и получаете какие-то рандомные статы. Это вторая версия амулета. Гораздо лучше. И третья версия амулета как у меня прям потому что вот этот вот прайд резерв позволяет всунуть виталити с этим вот этим вот нодом где оно у меня вот на виталити мана резервейшн эфишнси можно всунуть виталити двадцатая то есть мне влазит аж двадцатая виталити я его правда еще не прокачал до двадцатого левела но оно влезет оно там буквально чуть-чуть мана еще сожрет и влезет спокойно держу в курсе собственно как это сделать мне оно прокнуло само сразу мне повезло я мразь как это сделать вам если вам не повезло вы идете опять же на тфт и покупаете рефорж рар айтем кипл о префикс и рерольте суффиксы плюс так можно еще резистов хорошо наролить но советую это делать только если у вас есть либо свободный префикс либо прокнул в префиксе лайф с таким амулетом как у меня не советую тратить валюту лучше еще раз кинуть и вайкинерор и выролить что-то получше потому что кипл есть смысл кидать только если у вас собственно префиксы какие качественные то есть либо свободный префикс для крафта этого лайфа либо выпал лайф хотя бы 50 лайфа что-то такое держу в курсе опять же как крафтится амулет на токсик рейна на токсик рейна он крафтится еще проще вы берете хантеровский амулет и вам просто нужно ральнуть так как тут у нас декстерити и хаос спал скиллы они на одном влиянии соедините вайкинерор у нас не получится увы и ах тут гораздо сложнее но зато мы можем просто взять левел хаос спал скиллов и взять допустим хаос демедж овертайм мультиплеер и просто вот как я это делал еще в ритуале самый верный способ мы берем и начинаем дрочить аберрант фосилами аберрант фосили 111 штук нужно чтобы ральнуть и то и другое я кстати такое ральнул буквально за 20 оно там ну действительно часто раляется особенно если айтем левел будет чуть-чуть пониже потому что тут достаточно 82 айтем левела вот держу в курсе и этого в принципе хватит 111 фосилей это не так много и у вас будет достаточно хороший амулет в принципе этого ну это xxx амулет ладно нет прям xxx амулет это если вы будете ролить аберрантами 19 кстати всего аберрантов нужно на левел хаус пол скиллов там уже сами выбирайте хотите вы и то и то или только это это если вы ролите 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 и случайно у вас прокнут декс гемы вот если вам повезло и у вас случайно прокнули декс экстерити гемы вот тогда реально xxx амулет также keeping all prefixes через harvest у других игроков можно накинуть хаус демат овертайм мультиплеер но вы сами понимаете какой шанс если вам повезло ну вы молодец у вас будет очень интересный и качественный амулет идем дальше шляпа шляпа опять же крафтится примерно одинаково кстати насчет амулета советую брать базу на стрэнг сент потому что именно этого больше всего не хватает и если вы даже если вашему билду не хватает чего-то другого и у вас допустим этого больше то такую гораздо охотнее скорее всего купят держу в курсе идем дальше идем дальше шляпа с шляпой все очень просто шляпа крафтится элементарно если это токси крайн вы ну либо можете вообще юзать уникальную на менюре которая на аура но я презираю ее она мне не нравится мне нравится собственно тут у нас будет на менюре increased physical damage taken у neighbor enemies и у токси крана будет house damage taken у neighbor enemies собственно сверху накидывается лайф и резисты по дефолту как это крафтится опять же либо hunter по-моему influence я сейчас на всякий случай уточню helmets похуй какая база hunter influence да вот минус house resistance на хантере и морг physical damage taken на increased извиняюсь на элдере вот то же самое абсолютно по такому же принципу пристин фосил абсолютно так же как с этими с поясами у токсика это аберрант плюс пристин у минера это пристин плюс жак все просто все элементарно все отлично и теперь переходим к самому интересному клукам на токсикрейна то есть если на минерии у нас просто палки которые я показывал уже до этого либо уник колдерн поинты которые кстати колдерн поинты есть интересный способ сделать колдерн поинты это новая валюта мифик орб сколько он кстати стоит сейчас он стоит 4 хаоса 5 хаосов я их так себе крафтил то есть я просто брала за мид даггера карактил их и кидал мифик орб но буду честным первые 20 мифик орбов у меня улетели в трубу поэтому тут вы сами выбирайте что вы хотите если вы уже хотите крафтить их мифик орбами это во первых рандом очень сильный я говорю проще купить я тогда чуть лигу не дропнул когда их делал если вы хотите уже делать мифик орбами тогда берите какие-то изомид даггера либо с хорошим имплезитом например на крит мульти по моему там есть я не помню точно или на по моему спелл дэмэдж и тогда если прокнет у вас будет очень хороший колдерн поинт либо же с хорошими лиговскими карактами через вот эту жижу там есть на физ дэмэдж тоже обычный не советую делать вы скорее всего проебете валюту теперь переходим к лукам луков у нас есть два варианта бюджетный лук и эндгейм лук бюджетный лук крафтится максимально элементарно это дело еще в гайде своем поеботач нам нужен просто трехсокетный резонатор и корродат джагд металлик фоссили они стоят достаточно недорого то есть джагд у нас будет стоить два хаоса металлик у нас будет стоить один хаос единственное что корродат по-моему будет стоить около 10 так что пойдите на трейд и посмотрите что будет дешевле купить или скрафтить и буквально за 4 пачки фосселей примерно вам ральнется 3 левела гемов то есть один к левелу сокетед и два к левелу богемс вот в принципе 4 трая не так много там достаточно небольшая вега приятно 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 и второй лук вот такой по факту выглядит дорого можно даже посмотреть сколько он стоит на трейде так так блять вот так вот так и вот так и убрать не фигур вот он у нас стоит это не доделанный это не доделанный вот доделанный стоит 11 экзав а я расскажу как сделать дешевле а и так что мы делаем для начала для начала мы сковорим потому что нам нужен новый мы кидаем orb of transmutation и нам нужно просто альтами наролить damage over time естественно я не буду это сидеть делать на видео я просто аннульну и на роль damage over time это у нас суффикс мне нужен не бенчкрафтинг а просто модпул 2 damage over time multiplier естественно мы ролим т1 потому что другой нас не устраивает мы ролим альтами т1 я не помню там авг по моему 200 альтов где-то в идеале чтобы оно было вот так может конечно быть вот так ни хуя себе ладно если было вот так это было бы неплохо но мне очевидно повезло как-то очень очень сильно повезло но не факт смотрите нам теперь придется кинуть регалорб я немножко не ожидал регалорб блять что происходит ладно похуй повезло повезло получается смотрите делаем вот так но нас это не устраивает нам нужно по другому мы крафтим не это поэтому нам нужно кинуть аннульмен торп мы выпилили не то что мы хотели не повезло делаем заново делаем заново нам нужно просто блять что происходит нам нужно сделать так чтобы у нас был соло мод девыш овертайм мультиплеер напоминаю когда вы его на роли ли вы идете в бестиарий идете в бестиарий идете в бестиарий и делаете импринт желательно вы так сэкономите очень много валюты импринт недорогой импринт вот импринт of an magic item через крыс из шамерала создаете когда вы выралили потому что нам нужно сделать так чтобы это был единственный мод на луке то есть нам нужно будет аннулить это рандом и импринт дешевле чем каждый раз ебаться с этим может не дешевле но как минимум нервы вы свои сэкономите точно собственно мы кидаем регалор и нам нужно это санулить отлично все у нас есть лук для крафта это по факту делается очень быстро у вас там на это уйдет ну там хаосов 50 дай бог теперь у нас есть лук для крафта теперь что нам нужно сделать нам нужно заблочить нахрен все суффиксы как мы это делаем мы идем на бенчкрафтинг стопроцентно опять же на бенчкрафтинг суффиксы и крафтим can have up to three crafted modifiers и сверху нам нужно канод ролл атак модифайрс потому что как мы видим на луке почти все моды атак все моды атак видите атак ой блядь это шейпленый вот даже на хантере атак 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 и тут вообще все атак и не атак модов у нас только два это level of socketed games и house damage over time multiplier на хантере мы кидаем канод ролл атак модифайрс через мультикрафт обязательно потому что нам нужно заблочить все суффиксы кто-то может спросить почему нам не оставить один суффикс на луке и накинуть просто канод ролл атак мы типа сэкономим 2x вы конечно молодцы что вы сэкономите 2x но вам придется потом этот мод анулить и с шансом заруинить полностью лук и крафтить все заново ну не очень хочется объективно вот мы накрафтили эти два мода они спокойно крафтятся и теперь мы делаем раз два приятно да опа какие три мода сексуальных появились правильно теперь мы заново крафтим мультикрафт то есть мы делаем remove crafted mods remove crafted mods точнее убираем этот и убираем этот на станке и заново крафтим мультикрафт кинули и теперь мы просто докидываем через мультикрафт у нас house damage over time multiplier t1 и в префиксах это у нас level of socketed support games все идеальный лук готов рандом был исключен единственный был рандом это аннульмент orb в начале но опять же его можно пофиксить с помощью импринта то есть если мы аннулили не то что хотели мы просто кидаем импринт и кидаем аннули еще раз с регалом вот единственный рандом это то что разный house damage over time multiplier может быть то есть от t1 до t4 или сколько там тиров я не помню теперь к вопросам о цене смотрите база лука на хантере сейчас сколько оно стоит база thicket bow на хантере 6-линковая как она делается мы покупаем просто 6-линковый thicket bow то есть вот thicket bow thicket bow item level 83 нам нужен минимум и socket filters 6-линков сколько нам обойдется identified no извиняюсь вот он нам обойдется corrupted no надо поставить corrupted no он нам обойдется всего лишь 1.6 exo 1.6 exo потом мы кидаем в него crossader exalte torb crossader exalte torb почему crossader потому что он самый дешевый он стоит буквально 39 house кинули crossader exalte torb в лук у нас получился тот же самый лук под crossader и потом мы опять же идем на тфт свапать influence как вы видите свап influence именно на оружие и колчан продают очень часто и он стоит всего 10 хаосов то есть свапнуть на hunter нам обойдется хаосов 50 дай бог хотите можете с этим не ебаться не испытывать рандом и так далее можете кинуть сразу hunter exalte torb это нам обойдется еще в ex итого 2.6 наверно хаосов 50 то есть 3x в сумме у нас уйдет на то чтобы наролить дэмэдж овертайм мультиплайер и санулить его 3x в сумме теперь идем по крафтам мультикрафт еще 2x это 5 и заблочить жижу это 6 потому что кнутрово так модифайерс 1x по моему стоит насколько я помню вот потом 2 слэма экзам это не 2x это не 2x это ошибка мы можем купить вот такие вот штуки замечательные в бестиарии например или в хорвесте есть вот мод тоя hunter item оно стоит недорого по моему crisis мо стоит 18 хаосов а вот это вот crisis watcher он по моему стоит там тоже немного хаоса вот и вы сэкономите очень много валюты то есть мы прибавляем еще пол экза это 6 с половиной экзов 6 с половиной экзов и потом еще 2 крафта по 2 экза это в итоге 10 экзов 10 экзов при готовом луке при готовом луке сколько стоит готовый лук на текет боу при готовом луке который стоит 11 экзов 11 экзов это самыми худшими роллами хаос дэмэдж овертайма то есть если мы захотим хаос дэмэдж овертайм т1 то есть а нам он может прокнуть спокойно т1 вот т1 от скольки от 90 идет давайте посмотрим чтобы там не был карабченный вот 90 хаос дэмэдж овертайм мультиплайер где он не мультиплайер извиняюсь не крис хаос дэмэдж овертайм вот такой будет стоить нам 19 экзов то есть тот который я сейчас скрафтил буквально за 10 поэтому крафтить будет гораздо выгоднее то есть вы когда крафтите этот лук уйдете примерно в 0 или может быть в небольшой плюс в зависимости от того как вам повезется нулями и так далее даже если вам выпадет самый худший тир хаос дэмэдж овертайм мультиплайера соответственно вы придете в плюс на пол экзо а если вас прокнет как у меня как видите оно повезло там шанс 1 к 4 это будет аж 19 экзо и вы сэкономите очень много времени это дешевое потому что ну видите тут насрали насрали очень сильно в принципе все это то о чем я хотел рассказать максимально элементарно всем спасибо большое за просмотр всем удачи до свидания не забываем подписываться на ссылочки в описании